Так, сегодня у нас 23 июля, 2019 год, вторник. Необычно, после утренней молитвы, у меня побуждение вас оповестить. Разнорядка какая. Вчера мы как наметили, кое-какие изменения будут. Я говорил, начать оттуда глубоко было, нет, начинать надо с той стороны. Потому что вы остаетесь в воде двое, меня не будет. И для этого есть очень веские причины. В первую очередь, вчера уже не ладно было, ничего не сделаешь, это оттушение. У меня ночью, кажется, плоть тела от косе отставала, но баня сильно помогла. Я тогда встаю, растирала-растирала, носки специально запасные, шерстяные, и утихло как-то. То есть нельзя, это риск, огромный риск, и на мочевой пузырь сильно подействовало. Ну, еще спрашивать. В 81-й год, тут уже, тем более меня в морозилке держали, там еще только не было. Но я с вами. Значит, выехать хотели сегодня попозже, выехать тогда та же, маленько пораньше, и заглянуть, взять с собой лопату, и взять топорик, больше ничего, как будто не надо. Вот. Заглянуть на шлюз, и как вот заходишь в него, когда лазишь, где вода-то течет-то, прямо на него-то, оторвать, и жердю в сторону убрать, столбик выкопать. Больше ничего не надо. Ну, на это вам несколько минут потребуется. Когда как заходишь, что-то, где камни-то лежат, где вода-то еще, на самом шлюзе. Ты понятно, где? Да. Потому что туда я сразу погоню бульдозер. Бульдозер сегодня будет. В платформу. Был очень интересная встреча. Володя был здесь, заснял. Вот, представь, работодатель я. А он работник. Уже четвертый раз, четвертый год. Ну, бывает, в прошлом году не было базов. В прошлом, вот так вот. Ну, как обычно, расстаются, там споры, я, там, о чем-то сделал плохо работу. А так, он вышел из машины, объятия обхватил, как будто приехал верующий, да ли, давно ожидаемый брат. Ну, настолько это необычно. Он улыбки с лица не сгоняет. Я говорю, что ведь ему опять поцеловать и... Ну, если за что. Во-первых, молитвы. Дальше. Жалоб от бульдаристов нет. Сейчас я поеду в деревню, договариваться. Он все, не едет. Вот сейчас уже платформа идет. Он сразу оповещает. Дороже. Ну, ясно, дороже. Ну, все, и горючее везде дороже-то как. Ну, он так подходит, что ну, как это... Вот там, туда-то мы поехали столько-то. Ну, вам я вот снизил, вот там... Ну, он-то тоже не за рулем сидит. И горючее-то не вырабатывает. Ну, 22, кажется, 1025 за подъезд. За то, что привезет платформу. Платформу-то он тоже нанимает. Не свое. Ну, тут еще. В прошлом году приезжали тут такие, которые пруд чистят. Связались. И где купаемся, крещение было. Они сразу затребовали миллион. Миллион. Да кто же его видел миллион-то? В руках я там так-то. Раз в руках миллион. Я еще в жизни не держал миллиона. А вот так вот помогает это кто-то? Ну, не я. У меня пенсия на сегодняшний день 8141 рубль 33 копейки. Все. Прибыли ниоткуда нету. Ничего нигде нету. И в то же время голодный не был. Я просто поясняю. За час платил, привозит он полторы тысячи. И он говорит, ну, все, повысили. А, ну, еще то-другое. Сколько бы вы могли добавить? Для то тысячи восемь. Да где же кто спрашивает, сколько набавит-то? Я этого и боялся. И молился все время. Господи, ну, как-то бы сходно так. Ну, где же я возьму денег-то? За каждый час. Бывает иногда в день 8 часов работают. Ну, что тут спрашивают? Вот куда идет. Если в один раз здесь не забуду. 15 тысяч я каждый день. И игрушка же. Тысяч. А то мне два месяца не пить не есть. Надо, чтобы за один день рассчитать. Вот у меня в голове-то, ну, еще я скажу-то. Я сильно боялся вот этой наценки, но все, куда не денешься. Валерий Иванович его звать. И двое смотрит. Ну, что делать? Я сразу понимаю, надо добавлять. Ну, он дал распоряжение мне. Ай-яй-яй. Я вставку сделаю. Мы, когда ходили, добывали, копали солодку, то заранее знают, вот, детишки парами разбиваются, копают, вытаскивают, там, очищают, моют. И после этого на палатке раскладывают 50%. Лагерь забирает, потому что это для лагеря. 50% между вами двое, вы теперь делите пополам. Но вы раскладываете кучки по 50%, а кучка какая, я выберу. И ребятички разложат кучки-то и смотрят на меня. Ну, я подхожу только, я же вижу, тут корень толще, тут больше. Я эту. Такая-то больше. Я же говорил поровну. Вы сами предложили. Я отошел, давайте раскладывать. Они опять раскладывают, в руке вешают, положат. Да я подойду, вижу, что неровно. И они-то догадываются, что вот эта теперь кучка больше. Я на нее показываю, а они опять, так она больше. Ну, вы же раскладывали, а я выбираю любую. Я сказал, поровну раскладывайте. И вот здесь у меня, припомнилось, как маленькие посадят где-то. Я говорю, ну, 1700. 200 рублей за час накинут. Я себе 10, получается, 2000 добавлять в день надо. Ну, и его я хочу... Я говорю, он сразу-сразу принял. Принял щадящий режим. Я больше боялся. Вот, ну, вот и хорошо. И опять расставайся он опять. Не пьяный. А то все молоденько снимает где-то. Вот как Бог строит. А до этого, когда рассчитывались за это, этот ролик, он где-то уже ты просмотрен, прямо на 600 тысяч человек. Люди-то все, которые пишут. Мы думали, ну, кто-то, что-то кому-то. А тут дед платит им деньги. Это какие деньги. Ну, договор. То есть, сегодня я все время сказал... Алеша, позвони, позвони. Я не связь здесь живого. Он поехал к Леше на дом еще там посмотреть, как он там построился. Сегодня, если он приедет, мне нужно сейчас выкостить там у него. Все заросло. Все подготовить. Договориться, кто будет кормить. Договориться с Барей. И прочее. И дальше я буду с ним. Он рассказывает. Некурящий первый раз. Некурящий бундезерист. То есть, никак. Я в воду не могу лезть. То есть, нельзя никак. И в то же время, я сейчас здесь тоже. Меня нет. Но если сейчас я все поправлюсь, я жуками займусь. Потому что вы не думали, что я тут бездельничаю. Я оправдаюсь перед вами. Мне тоже... Я сейчас утром забежал в холодильник. Ты там все сделал, короче. Я говорю, отдал, отдал. Горох отдал, отдал. Барнаул-то, угостить там кого-то. Но в прошлый раз дал рыбу-то. Да и забыли в холодильнике там. Ты сухой, да, вчера? Сушеный. Ну, вот так. Это наши друзья, болящие там-то. А, сухой нет. А? Нет, сухой нет. Почему? Не вспомнил. А? Забыл про них. Ну, как забыл, когда я тебе долдунил сидел. Ну, долдунил. Ты сделал такой, который последний подгорел, а не обгорел. Забыл. Вот это забыл, это страшное слово. Не забыл. Не забыл. А потому что сразу, забыл сразу, как у тебя есть. Пошел, переложил и все. А они сказали, похвалили эту рыбу, и были люди, и то, другое. Нам еще не стоит сейчас. Пока Владимир здесь, покутно скажу, раза два по шлюзу надо пройти, чтобы остановить. Потому что у нас, ну, должно быть четыре человека. По краям тянуть или там, говорит, двое. Обеспечить себя. Кое-что заморозит рыбу, потом почистим. Это сделать надо какое время? Когда он у меня там будет работать, я на минуту отойду оттуда, чтобы протащить. А он и знать не будет. Я про больно-дерейство говорю. Я от него на минуту не отхожу. Вот сколько он будет здесь, допустим, полторы недели? Они начинают рано, в семь часов на работу выходят. Он зарабатывает тоже. И вот здесь надо мне уже вот так вот быть. Я все записываю. Заправка долой, обед долой. Но от утром завел он его. Как только он, расщитив, включил, тронулся, поехал. Это уже работа. Он уже за трактом сидит. И пока мешок не поставит, это все в часы идет. А он едет на такой скорости, как будто гусеница за ним тащится. Скоро у него специально он это делает, тянет. Я ничего не могу понять. Проходится платить. А люди, которые веют, говорят, что он же обманывает. Это что ж такое-то? Такой скорость. У трактора тоже есть скорость. Когда он не работает, а на дороге едет-то. А он так хлюпает, хлюпает едет. Я говорю, поскорее-то можно. А нету любой скорости. Ну, действительно, он старший, щеки старше меня этот бульдозер-то. Такой старый. Значит, меня не будет. Ну, будете там болеться. Так, термос принести, вчера залитый. Ты отдельную кастрюлю сделай для кипяченой воды разбивать. И новую горячую надо взять с собой. Я попрошу, закончите. Начните оттуда. Слыши. Разгружать только на этой стороне. Туда не разгружать. Владимир не перевозить. Он здесь, ему виллу отдать. И пусть на вахте. На глазах твои собирай ягоды. Согласен? Согласен. У тебя получается это дело. Дай ему большую кружку такую с ядром. Пусть она набирает. И рядом будет. Вы громко кричите. Почему? Там, когда я прошел в эту сторону, ветки, кусты растут. Ну, вот, три пальца толщиной. И бобля, брызаним. Острые. И под водой. Сразу лодка будет нажаться. Седает. Напомню. Прорвана будет. Лодки не будет. К тому берегу не подходить. Вот вчера, где докуда вы граблями доставали, вот примерно так, там видно где. И так по берегу идите. Докуда дойдете? До туда и ладно. Сейчас заехать на шлюз. Топор взять. И лопату. Столб долой. Жерни долой. Больше ничего не надо. Я свободен. Там вода утекает. Мне нужно скорее перекрыть ее. А потом мне на рыжку скидает. А потом, говорит, на рыжку с неделю будет. А на неделю полторы. Вот и ваше дело. Вам понятно? То есть, меня с вами не будет, но я с вами. Здесь. Давай. Предложение Владимира лучше пусть он жуками занимается. С чем? Ну, жуками. Но? Ему смысл там весь день находиться, Владимиру. Нет, он не делает. Скидывай, перекидывай. Мы когда эти кучи сделаем, мы сами эти кучи перекинем. Там не сложно. Я не знаю. Ради этих... Но он... У него простой очень большой. Это пока мы нагрузим. Он там стоять ничего не делает. Ты как считаешь? Рационально. Продолжение оставить. В принципе, да. Я считаю, что... Или потом приехать, как бы, эти кучи... Да мы сами их перекидаем. Я считаю, что, во-первых, выгребает. В это время сколько вам тоже нагибать всех. И проще можете делать. Или это можно будет в следующий день подъехать? Я понял. Я понял. Считаю, нет. Это уже совсем критическое. Мало что, как, где. И вилами кидает, он вот куда. Тоже вы намаетесь там, сидите. И в это время... А это... Кидать-то сколько? Больше центера? Это... Нет. Пускай с вами будет. С вами. Ну, просто никак. Как бы картошка не елась-то. Пускай. Нам все мешает там. Это лучше. Это поддержка. Рядом. Ягоды собирает. Сам собирать будет. Нет. Два это уже совсем критически. Это... Это так. Никто никого не обидит. Он согласен. И проще. Я сразу сейчас... Ну, сейчас маленько только. Я зашел сейчас в баню. Посмотрел. Еще тепло. Я одержу... Там, которые есть. Сапоги. Все грязь вымою. Больше я там не буду. Вы забирайте весь инструмент. Припомни, где еще прятали. Где... Когда было. Туда входу больше не будет. Заехать сейчас на шлюз. Для этого требуется, ну, 5 минут. Оторвать. Без жерби и столбик вытянуть. В сторонку. И все. Ну и с утра я тоже... С утра в воду холодную лезть. Не надо сейчас... С утра... Рисковать тоже нам зачем? Я тебе говорю. Ты слушай. Пораньше на это время что потратили? Да там 5 минут. А вы сейчас полу по всем... Все делаете как есть. И... На сколько дойдете? С того конца и на этом берег... Здесь проверено. Здесь кусок не было ни на их... Около берега тем более прошли мы его. Гороблями не засыпили нигде. Если вы были... Ну, смотреть надо. Хорошо приставать там, где были уже проверены, где прижимали. Мало ли еще, где-то не заметили. Еще и лодку потерять у меня это очень большое. Нам больше никто не даст. Это директор РТАИ, он нас все время поддерживал. Подарил там шланги. Вот это шланги. Это из лагеря в реку, под землей. До других еще дарил. Коврики разные вот эти вот. Огромные палатки такие по заказу делали. Огромные палатки, непромокаемые. Еще у лодки делаются. Все, завтрак надо готовить. Да, четыре лодки подарили. Каких Бог давал спонсоров. Это не просто так. И сохранились. Без объятий не расстанешься. Я один раз говорю, Анатолий Петрович, мы лодки-то бережем, только в воскресенье, любящий плач. Я думал, он побьет меня. Он сразу на столах говорит, ты что делаешь? Да пусть они катаются каждый день. Да давай мне деньги дал. Да еще шоколадок носовал. Директор известного завода. Барнаул, артерий. Патриот. Ну и станкостроительный. Два, кажется, насоса давали. Там еще что-то. Надо было гвозди. Напомню, я гвоздей когда килограмм сто пятьдесят, наверное, дал. Гвоздей. Депутат один сказал, Макаров был. Я говорю, нам продукты. А какие продукты нужно? Депутат городской думы. Четыре с половиной тонны привезли. Тонны. Я тут потеряю кукармилы, овсянка, хлопьи, мука. Ну детский лагерь. Людей-то было много. Сто восемь, сто девять у меня клиентов было за лето. Вот я распределил, показал. А теперь, ну первым делом я сейчас своими делами займусь. Потом туда пойду договариваться, кто кормить его будет, приносить когда. Ну и все остальное. Я бы пошел с вами. Меня с удовольствием это делало. Но никак. Ночь сегодня у меня такой, только сдерживался. Проснулся и не могу еще сделать. Оно вот так вот, где там плоть-то ест, ее вырывает буквально. Не во моей власти это. А полезьте обратно, это уже предупреждение было, еще надо так. Я просто не уйду оттуда. Меня выносить надо будет. Я не могу на ноги наступить. Потому что в воде мы первый раз еще утром больше часа пробыли. А первым делом залезли в воду, я дальше не могу идти, борода по воде идет. Я садил, что весь. И когда выходить, я чувствую, у меня через пять минут поза. Вот так. То есть сильно повлияло. Почему? Ну порченное все. На водной, надаренной кобыле наверное не уедешь. Так и здесь. Я все пошел. Сегодня утро такое радостное. Так. Ну как твое здоровье, Егор? Нет, еще не вызревел. Горло чаще болит. А, нормально? Горло чаще болит. И сопли. Ну горло-то ничего не значит. Горячий чай попьешь, дай ему меду тут. И все. Березов подогреет. У меня тоже горло, голос-то не мой. Так, все, я ухожу. Термис принести? Ну принесите. И тогда вырежь из него где-то кастрюля, чтобы у тебя была с кипяченой водой, я говорил. Теперь я буду ждать, кто поедет туда узнать, чтобы сушеная рыба у тебя отдельно мешочек была завязана. Побольше наложи. Так, все. Богу слава. Термиск. 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 Термиск.